Среди прочих курортных мест Испании, Дения выгодно отличается спокойной курортной атмосферой, удобным местоположением, приятными ландшафтами и хорошей городской инфраструктурой. Большинство евротуристов проводят в Дении все лето, снимая виллы или апартаменты. Российский туризм пока еще не докатился до этого городка. По сравнению с более раскрученными курортами Коста-Бланки, вроде Бенедорма или Кальпи, в Дении все очень провинциально, спокойно и комфортно. Дения – портовый городок, однако это не мешает отдыху и даже наоборот. Наличие удобной марины привлекает в Дению всех яхтовладельцев этой части Средиземного моря, а паромы, регулярно курсирующие на Ибицу, вносят разнообразие в жизнь города, делая отдых в Дении и на островах более интересным. Дения на карте Испании. Курортный городок Дения расположен на побережье Коста-Бланка между Валенсией и Аликанте. Среди прочих пляжей Коста-Бланки, Дения упоминается как отличное место для неспешного и релаксного отдыха на море. Самые недорогие месяцы для отдыха в Дении – май и октябрь. Погода в Дении очень ровная и способствует хорошему отдыху с апреля по ноябрь. Как добраться в Дению? Ближайшие аэропорты – Валенсия и Аликанте. Из Барселоны и Валенсии в Дению можно добраться на автомобили или автобусами компании LSA. Из Аликанте можно доехать как на автобусах, так и на электричке с пересадкой в Бенедорме или Кальпе. Планируя поездку, прочитайте как доехать на электричке из Аликанте в Дению больше чем больше чем сейчас читают острова Испании, где лучше отдыхать районы Дении. Северная часть Дении, так называемая Новая Дения имеет невыразительный ландшафт, зато там неплохие песчаные пляжи. Если хотите арендовать недорогие апартаменты, вам туда. Исторический район Дении. Большинство исторических достопримечательностей города расположены в старой части Дении. Кроме того, здесь множество интересных баров и ресторанчиков. Здесь приятно погулять днем, а в сиесту и вечером можно очень неплохо проводить время, дегустируя хорошие испанские вина и тапасы в многочисленных и уютных барах. Городской пляж Дении и набережная. От порта на юг тянется городской пляж и приятная набережная. Туристы и местные жители проводят здесь много времени, купаясь и занимаясь фитнесом. Пляж в Дении песчаный, вход в море пологий, но немного каменистый. Район лес Ротес и бухта Пунта Негра. Южные гористые пригороды Дении очень живописны. Именно здесь находятся самые модные прибрежные рестораны, виллы и апартаменты. Для купания берег неудобен, однако отдыхающих это не смущает. Вид на море с окружающих холмов потрясающий. Судя по обилию агентств недвижимости, жилье в Дении очень востребовано. Основные покупатели пока англичане, однако и россияне активно догоняют, скупая прибрежные виллы и апартаменты. Чтобы самостоятельно устроить себе хороший отдых у моря, прочитайте как арендовать виллу или апартаменты в Испании, есть важные моменты. Сейчас читают, как я самостоятельно съездил в музей Сальвадора Дали в Фигерасе достопримечательности Дении. Первая достопримечательность, конечно же, замок Дения, Костел Аль-де-Дения. Он стоит на холме, поэтому с этой точки лучший обзор на город. Кроме того, внутри крепостных стен есть замечательный парк. Цена билета в замок, 3 евро и 1 евро детский билет из Дении можно совершить морскую прогулку в соседнюю Хабиу или просто покататься на яхте вдоль побережья. Любителям пеших походов стоит отправиться в южную часть Дении в Национальный парк Монтга или для начала просто подняться на гору к башне Торрер-Дилджиро. Это очень витринное место, зато панорама открывается удивительная. Где остановиться в Дении, если хотите поселиться в исторической части Дении, наилучшим выбором будет бутиковый отель Чамарел. Днем отсюда легко прогуляться до замка Дении, а вечерами все близлежащие улицы представляют собой нарядный лабиринт из модных ресторанчиков и всевозможных питейных заведений. Дружелюбная атмосфера и позитив гарантированы улыбка, отзывы и цены на другие отели в Дении смотрите здесь, забронировать отель если ищите место для спокойного отдыха на море, Дения будет в самый раз.